Друзья, всем доброе утро, добрый день и добрый вечер, и доброй ночи. Может, кто-то и поздно вечером смотрит. Сейчас попробуем вам кое-что объяснить. Значит, из-за того, что вопросов ваших стало очень много, мы не успеваем на них отвечать. Сами видите, прошел месяц, а ваш ответ только появляется. И мы поняли, что это востребовано, это не кончается, вопросы не заканчиваются. Мы решили нанять команду и ускорить этот процесс. Потому что, сама понимая, душа болит, некоторые вопросы требуют срочного ответа. Ответить-то, может быть, мы и успеваем, разъезжаем мы часто, но Жень монтировать просто-напросто не успевает. Это длительный процесс, это все не быстро. Все это выложить, разместить и обработать, на все это нужно время. Так вот, из своего кармана, естественно, мы платить зарплату этой команде не будем. Ну, потому что, ну, понятно, это смешно и глупо. Вот, а вопросы вам, ответы вам нужны, правильно? Поэтому мы создали, на наш взгляд, на мой личный взгляд, микроскопические по сумме подписки 147 рублей, да, если я не знаю? 149 рублей в месяц, в месяц, да? Причем, что увеличится количество ответов, получается, то у нас было там один в день, да, а сейчас будет, может быть, 10 в день. Ну, это так, предположительно. Вот, за 147 рублей, прости, за 149 рублей в месяц у вас увеличивается количество просматриваемых вопросов, да, видеоответов и так далее. И еще зачем это делается? За тем, чтобы вас немножечко организовать, потому что вновь прибывшие девушки, мальчики, бабушки, дедушки, они посмотрят одно-два видео, скажут, ага, отвечают здесь на вопросы и начинают задавать то, что уже у нас было 500 видео назад обмусолено со всех сторон. Мне это не нравится, честно скажу, что я одно и то же говорю, приходится мне это дело говорить, вместо того, чтобы вы пересмотрели, ну, день, ну, сутки потратили, пересмотрели и нашли интересующую вас тему. Или даже вы за неделю взяли в такой-то там, тем более, сейчас все просто. Можно найти по ключевому слову, правильно? Во всех видео отражается в основном ключевая проблема. И если приложить немножечко усилий, то можно вполне найти и не дублировать этот вопрос. Потому что, мне кажется, мы об одном и том же говорим, о сосании, о горшке. Манибулятор, детский сад. Детский сад, адаптация. Ну, в общем, одно и то же мы по кругу ходим. И вот, чтобы сократить вот эти вот вопросы, как раз человеку, прежде чем задавать вопрос платно, да, он бесплатно поищет. Так? Ну, или уже пусть он оплатит деньги и задает опять вопрос, который... Если лень человеку... Да, но если человеку лень искать, или он не нашел, тогда придется 149 рублей заплатить. На мой взгляд, это микроскопическая сумма. Это совершенно не стоит каких-либо разговоров. Вот. Но, мне кажется, пользы отсюда будет. Польза будет всем, да. Да, польза будет всем. Вот. И еще, между прочим, еще сократ, если я не ошибаюсь, в Древней Греции, сказал, что... Он же тоже консультировал по психологии. Или сократ, или гераклит кто? Ну, они там все же психологи, философы были. К ним тоже приходили на консультацию. И кто-то из них, ну, по-моему, сократ все-таки сказал, что... Возьми с человека, вот посмотри на его внешний вид. Вот бедный человек пришел, или супербогатый пришел, который у власти стоит. Вот посмотри, пойми, сколько он примерно месяц зарабатывает. И возьми столько с него, чтобы ему показалось, что это много. Тогда он тебя услышит, будет это беречь, и запомнит каждое слово. В каждое слово будет вникать. Когда вы покупаете дешевую сумочку, эта сумочка летает у вас по квартире по всей, согласитесь. Когда сумочка от Louis Vuitton у вас куплена за 50 тысяч долларов, она уже по квартире летать не будет. Вы уже будете дывать с нее пылинки, кладь в пакетик и на полочку аккуратненько. И замками не баловаться. Вот. Когда вы ответ слышите бесплатно, вы нам, к сожалению, 10% людей, которые это нас подписано, нас слушают, или просто заходят, пишут гадости и неприятные вещи. Очень обидно бывает, когда ты тратишь свое. И так у тебя каждый час расписано. Здесь в тетради, здесь в клуб, здесь с детьми, здесь с собаками, здесь с мужем. Здесь приготовить, здесь убраться. И ты какой-то час выделяешь на ответы бесплатные, заметьте, ответы на ваши вопросы. Это благотворительность. Это от души помощь. И получаешь еще критику, неприятные слова, оскорбления, когда тебя называют дурой, идиоткой, что вы ее слушаете и всякое прочее. Это очень неприятно, обидно. И я думаю, что вот этими подписками такие люди отсекутся. И останутся действительно те люди, которым это нужно, которые вместе с нами душой и телом, скажем так, которым мы нужны, в конце концов. Не которые забежали, обкакали и побежали дальше, не задумываясь о том, что вы это человеку в душу накакали. А останутся те, которые действительно с нами, которые хотят прийти на консультацию. Которые приходят ко мне в клуб на консультацию, они готовы меня слушать, они мне доверяют. Вот такие люди останутся на канале. Правильно? Правильно? Хочешь что-нибудь еще сказать? Не, ну мы сделали здесь семью, здесь должна быть семья. Правильно? Которую уважают, ценят, да, и бережет друг друга. И она не влетела, насыпала и улетела. И от этого мерзко на душе, и хочешь вообще неделю. Я, между прочим, громко так скажу, про себя, человек творческий. Я каждый день провожу в компьютере и создаю страницу за страницей. Я на нее смотрю под каждыми углами. Бывает так, что я ее неделю создавала, она мне в какой-то момент не боролась, я ее стерла и сижу еще неделю создаю. А когда залетела такая звезда, она мне вот эту оторшески на тур, да они все ранимые, понятное дело, да? Она мне положила вот эту кокульку посередине души. Я выбита из клеи вообще прям вот до вечера точно. Я не понимаю, зачем я это делаю, для чего я это делаю, вообще зачем я это делаю. Ну, это не дело. Вот такие вот забегульки, пусть к нам больше не забегают и не пишут гадости. Я тоже захожу иногда на канал, мне тоже, ну, что-то не понравится в лекторе. Ну, я тихонько закрыла его и пошла дальше. Зачем? Как это в душу человеку? Ну, в любом случае, как у него лектор, он же сидит перед камерой. Вот сейчас взять, вот сейчас я вот хотел это видео тоже я записать, тоже я сказать. Ну, сейчас поверни на меня камеру и все, я запнусь. Я ни слова не смогу сказать. Это сложно. Это 90% каждый из вас, на вас сейчас поверни камеру и давай, говори, все. Словарный заказ закончится. Ты просто будешь сидеть, как дурак, будешь просто сидеть и молчать, потому что это страх камеры, это, ну, это сложно. И любой человек, какой бы это ни было, если вы уже его смотрите, он уже переступил этот страх, он уже перед вами, и что обсирать-то никак. Я даже иногда, вот, посмотришь того же «Сливки шоу», что там еще мы в Ютубе иногда с удовольствием посмотрим, ну, что-то еще, что-то еще, вот наподобие такое. Столько стоит антилайков, я поражаюсь, это, да, покажите этих людей. Человек старался, сходил в лес, да, понятную ему рекламу, кэшбэки там заплатят, понятное дело, но он что, бесплатно, что ли, должен делать? Он же работал реально над видео, неделю работал. Я вот, видя, как Женя это все делает, я понимаю, как это все нелегко делается. И человек старался, в лесу ночевал, мерз, ему эти приходили посылки, таскать, а, мы на этого Птушкина смотрим, он же обвешанным всем этим ходит. Это чтобы один проход, как его пятки уходят от камеры, это ему надо побежать, поставить, настроить, уйти, посмотреть, снялось ли он, не снялось, не снялось, блин, забыл включить этот, еще как я частенько забываю, микрофон или камеру включить, побежать опять. И из этих нарезок состоит вот эти 40 минут, а там антилайки стоят. Как ты ж ты, ты кто вообще, ты что за человек, у которого рука поднялась, поставить антилайк? Человек от души старался, делал добро. Не бутылки швырял об забор, не собаку мучил, да, не пил, не матом ругался, а классно сделал видео и получил антилайки. Я вообще смотрю, думаю, куда мир катится. Даже если тебе не понравилось, как он это сделал, ну, закрой ты и уйди. Закрой и все, и не приходи. Если ты не согласен с автором, и, допустим, у тебя есть какая-то, вот, допустим, вот по нашей теме, ты дошкольный педагог-психолог, у тебя там 20 лет стажа, и ты в этой теме видишь, что мы сказали, ну, по твоему мнению, много не так. Так ты напиши, Юлия, здравствуйте, я педагог-психолог, у меня стаж, вот здесь вот по моему опыту и из моей жизни я видела, что дети ведут себя вот так. И мы поговорим на эту тему однозначно, и если я приму, что я не права, я так скажу, что не права. Мы же не спорим, я все время говорю, мы, мы, когда нам хирург говорит, все, срочно резный операционный стол, мы же не начинаем с хирургом спорить. А какую анестезию вы дадите? А какой спальтель дадите? А может быть не резать? Когда вам этот хирург, стоматолог выдергивает зуб, вы же ему не даете советы? Ладно, это, как всегда, о наболевшем выскочило. Да, и в сторону тех подписок, которые есть, там самая дорогая подписка, просто когда ты оформляешь подписки... Ты обязан заполнить пункты. Да, все, все, все пункты, поэтому... Нам пришлось. Ты ставишь самую дешевую, самую среднюю, которую мы рассчитываем, и ставишь ты самую дорогую. Но вот эта самая дорогая, она будет работать. Да, конечно, потому что люди же нам пишут, спрашивают, что индивидуальные встречи по скайпу, и ни одну, ни две, как я из Израиля консультировала, она каждый день звонит, спрашивает, а вот он вот это сделал, а он вот это, вот это, вот это, вот это, а как нам быть? У нас часовые сидят беседы в скайпе, да, это вот за эту сумму, правильно. И в дальнейшем еще будут онлайн-семинары. То есть, чтобы посмотреть этот онлайн-семинар, вам нужно будет оформить подписку? Ну, только я никак не решусь с кем, с родителями или с педагогами, и, точнее, не решусь... Можно и с родителями, и с педагогами. А на какую тему? У меня же в голове, ты понимаешь, вот так вот веер, а это надо что-то одно выделить, и по этой теме говорить, мы не можем... Хорошо бы зал бы... Зал бы вопрос. Ну, да, либо вопрос, либо хорошо бы, когда зал у тебя людей, да, и этот зал вопрос-ответ идет, вот это классно. А когда зала нет, глаз нет, обратной связи нет, Сочи, он очень говорит на интересующие вас темы. Ну, да, это опросники нужны. Ладно, давайте работать, отвечать, работать дальше. Поэтому, да, кому важно мнение, кто ценит, потратить... Кто будет с нами, да, и будет меньше. Кто-то оформит подписку. Ну, это добрые люди, мне кажется, останутся, добрые, хорошие, светлые, как мы, вот наши единомышленники останутся. Все, всем спасибо, всем пока.